В Алматы ежедневно проверяют 70 тысяч проб питьевой воды. Прежде чем живительная влага дойдет до потребителя, она проходит многоступенчатую очистку и обеззараживание. За круглосуточным контролем качества следят десятки специалистов водоканала. Как проходит этот процесс, узнала Амина Усенова. Система водоснабжения Алматы считается крупнейшей в республике и обслуживает свыше полутора миллионов жителей мегаполиса и прилегающих районов области. Живительная влага в город поступает из двух основных источников. 40% горная вода и 60% из подземных скважин. А для контроля качества в год отбирается до 70 тысяч проб. Перед подачей воды она проходит несколько этапов проверки. Специалисты проверяют запах, цвет, вкусовые изменения и не только. Сейчас мы проверим жесткость воды. Вот таким вот образом добавляется специальный раствор. Химическая реакция меняет цвет и помогает определить уровень жесткости воды. У нас есть тяжелая лаборатория, которая работает 24 часа без выходных, без отдыха. То есть у нас постоянный контроль идет здесь. А когда привозят воду сюда, уже идет у нас, делаем анализы воды. Это у нас обычные анализы, то есть органолептика, микробиологические анализы, паразитологические анализы, плюс обобщенные анализы. Обобщенные анализы там полностью. Мутность, жесткость, какие элементы есть по Менделевской таблице, все проверяется. Лаборатория предприятия полностью оснащена всеми современными технологиями. Ежедневно около 50 специалистов проводят контроль качества питьевой воды. Оксана Волохова инженер с 25-летним стажем. По словам специалистов, ежедневно ведутся 15-часовые проверочные работы, состоящие из четырех этапов. Отстаивание, коагуляция, фильтрация и обеззараживание. В случае выявления нарушений, живительная влага снова отправляется на повторную проверку и очистку. И так до тех пор, пока результаты не будут положительными. Эти отстойники надлежащим образом поступает вода для очищения, промывки воды и подачи на отстойники уже чистой воды. И вся фильтрация зависит от чистоты самой промывки. Если вдруг мало времени на очистку, мы обратно промываем эти все фильтры и заново, чтобы фильтрация была лучше. К слову, в городе также следят за развитием инфраструктуры. Проводятся замены изношенных труб и обновления насосных станций. До конца года планируется заменить порядка 30 километров старых водопроводных труб. Амина Усина, Амир Амис Абеков, телеканал МАТЫ.